Летом 1996 года я сидел в китайском театре Граумана на бульваре Голливуд, город Лос-Анджелес. В этом месте, где счастливцы получают Грэмми, Оскаров и все что угодно, мне предстояло получить свою первую международную премию. Я чувствовал себя, наверное, точно так же, как молодые люди, которые только что получали здесь футболки от TEDx. Приз вручала Опра Винфре, это была награда Международной ассоциации дизайнеров телевидения и промоутеров, промок с BDA. И представляла на собой вот такую небольшую стеклянную пирамидку. Скорее всего, нашей студии просто повезло, потому что мы только год как организовались, только начали работать. И вот такой вот замечательный приз, большая радость, конечно, для всего коллектива. Счастливо я возвращался назад с тем, чтобы продолжить работу. И нам предстояло делать оформление программы Викна, тогда еще новой, только что организованного телеканала СТБ. И мы должны были сделать ему заставку и полное оформление. И вдруг оказалось, что продолжить работу в прежнем настроении не так-то просто. Имея такую награду, думалось мне, мы должны создать уже, ну, наконец, что-нибудь великое. То есть уже не заставку какую-то к каким-то там новостям, уже что-то хотелось создать особенно грандиозное, получать следующие награды и так далее. Все, что приносили бедные дизайнеры, отвергалось, как такое недостаточно гениальное и грандиозное. Время шло, благо времени у нас было немножко для того, чтобы поработать на заставку, но тем не менее она уходила, у нас не было просто ничего. Вот все отметалось, все уходило, уходило, уходило. И вот эта награда замечательная, которая должна была толкнуть нас вперед, она как камень тянула нас на дно. Начальство на нас смотрело косом. Я уже вот вспоминал слова Лопеда Вега «убьют или прогонят с места». Эта картина была просто совершенно ясная. И тогда, чтобы как-то немножко просто сбить себя с этого настроения и как-то отвлечься от этих вот пасмурных мыслей, я предался и нашел какое-то утешение в той затее, которую предавался в свободное от работы время. Сделал несколько маленьких коротких мультфильмов, посвященных тогдашнему логотипу каналу СТБ. Это были такие очень смешные, ни на что не претендующие ролики. Логотип тоже был нашим произведением. Сейчас он изменился уже, но вот тогда он выглядел так. И вот нас призвали к ответу, и тогдашнее руководство телеканала, это были Виктор Приходько и Валентинополев, они же авторы знаменитого шоу «Долгоносиков». Они на эту нашу грандиозную великую заставку, которую, наконец, мы слепили там из чего-то, они на нее даже не глянули. Говорят, ну новости и новости, так, забудь. А вот, видев эти мультики, они начали хохотать и сказали, что вот им нужно еще, ну с десяток таких же вот на их канал. Тогда произошло, по-видимому, две очень важных вещи в моей жизни. Они решили организовать студию, которая до сих пор называется «Бабич Дизайн». А я понял, что хорошо можно сделать только то, что ты любишь, то, в чем есть часть твоего сердца и то, что ты вкладываешься полностью. В 98-м году наша студия обрела, наконец, маленький офис под крылом у «Долгоносиков». Это было всего два человека. Я и замечательный коллега моя дизайнера Серехова. И первое, что мы сделали, мы сделали странный, смешной, дурацкий такой вот мультфильм. Про вот такого вот лесоруба, у которого как бы не дерево падало, а сам он куда-то вот так вот проваливался. Зачем было это нужно, не знаю, потому что перспектив продачи его не было и никаких. Я до сих пор не знаю, как «Долгоносики» умудрились это продать на канал «1 плюс 1». И зачем тогдашний директор канала Александр Роднянский купил его вообще и еще и заказал три таких же еженедельно. И мы это производили. Профессиональные мультипликаторы над нами смеялись. Они после Черкасского и после всего они называли это «стагнацией отрасли». Они говорили, что это просто позор украинской анимации. А мы пожимали плечами. Они жаловались на то, что их не поддерживает Министерство культуры, они не получают поддержки финансовой на свои гениальные проекты. А мы делали вот такие вот козявки по 30 секунд. И очень любили это. Нам это нравилось. И когда тот же неугомонный Витя Приходько придумал сделать политический мультипликационный сериал, мы поняли, что мы работали не зря. Так родился, не знаю, аудитория молодая помнит меня или нет, но многие помнят проект под названием «Волыки-парыгоны». Проект, который была первая попытка как-то посмеяться и улыбнуться по поводу политики вообще как таковой. Работа, которая вызывала у нас просто массу положительных эмоций. Мы очень любили эту работу. Она была просто невероятно тяжелая. Она забирала просто действительно массу сил, потому что мы во вторник получали сценарий. В среду мы быстро должны были нарядить актера в соответствующие исторические костюмы, там от рыцарских лад до белогвардейской формы. Снять это все. Четверг, пятница, суббота мы должны были за три дня сделать 7-10 минут анимации еженедельно. В воскресенье смонтировать и быстро Александр Рефимович Роднявский на своем замечательном Мерседесе отвозил это на канал, вставлял магнитофон. Страна смотрела мультфильм, а мы в понедельник лежали, отдыхали и ждали во вторник следующей серии. Вот такая была работа. Нам очень нравилось, мы это очень любили, но оставался один такой, знаете, дискомфорт, который не давал покоя. Нам, мы оставались компанией, которая работает на заказ. Дизайнерское производство в любом случае всегда, оно немыслимо без заказчика. Оно всегда подразумевает в себе какие-то технические данные, какие-то требования и так далее. Нам же хотелось уйти из сферы обслуживания, уйти в сферу производства. То есть мы хотели делать свой продукт, держать его в руках на базаре и говорить, вот, что у нас есть, кто купит. В 2005 году мы активно сотрудничали с телеканалом Интер. Приближалась годовщина 60-летия Победы. И тогдашний директор канала Владислав Италиевич Ряшин сказал, что он готов поддержать любую инициативу, связанную с празднованием этой даты. Особенно, если это будет весело, новое, интересно, как-то увлекательно. После этого совещания я возвернулся к себе в студию и застал своих сотрудников за обычным занятием, которому не предаются, когда руководитель не в офисе. Они тестировали, как они говорили, компьютерную игрушку с танчиками, самолетиками, пушечками и прочими делами. Я сказал, окей, если вам это так нравится. У меня есть для вас работа. Если вы любите эти танчики-самолютики, давайте сделаем проект на эту тему и просто продадим его. Мы задумались над тем, что вообще люди знают о войне. И как вообще тогда уже было в прессе много дискуссий о месте войны в истории нашей страны и так далее. Вверх брали, конечно, всегда те, кто об этой войне вообще ничего не знал. В прессе, на телевидении это, конечно, самое распространенное явление. Мы задумались над тем, что молодежь, современное поколение вообще, как оно представляет себе войну. И понимали, что все это можно вот примерно вот таким вот образом изъяснить. И мы подумали, что нужно просто напомнить очень коротко и сжато о том, что же такое вообще война. Немного. Взять 10 эпизодов, выделить на них 5 минут времени и коротко рассказать, сколько было немцев и показать, и сколько было наших. Какая была тактика у немцев, какая была тактика у наших. Кто больше сбил самолетов и так далее, подбил танков и тому подобное. Проект этот вышел. Его посмотрели, по-видимому, вся целевая аудитория, зрительская аудитория Интера, потому что короткий формат позволял показывать его много-много-много раз. Успех был очень большой. Мы сделали продолжение. Мы сделали проект «Окраина» о истории украинских городов и земель и так далее. Наш проект увидели в России и заказали целый ряд проектов телеканал ТВЦ. Самым большим стал проект «История государства российского». Это 500 серий, которые мы делали полтора года. И вот эти полтора года заставили нас задуматься вообще, ну не долго ли мы ездим на том и том же конеке. Как-то хотелось двинуться вперед. И вот однажды группа наших дизайнеров была в Москве на конференции, посвященной вопросам графики в кино, на телевидении и так далее. На сцену во время одной сессии вышла группа молодых ребят и предложили всем желающим, дизайнерам и студиям, принять участие в создании нового, грандиозного, как они говорили, выдающегося художественного фильма. Гарантировали, что денег будет очень мало, а славы будет очень много. Ребята мои вернулись из Москвы вот с такими воспаленными глазами, сказали, мы должны это делать, мы должны в этом принимать участие. Проектов до этого было таких сотни. Вы знаете, в любом бизнесе этого много, грандиозность, это будет, это состоится. Я очень скептически к этому относился, но увидевшие их глаза, я понял, если вы это любите, я им сказал, вы это сделаете хорошо. В конце концов, если что, то деньги спишем на эксперимент. Но деньги списывать не пришлось. Фильм назывался «Ночной дозор», и если он нам действительно не принес очень много денег, то, по крайней мере, репутацию студии он поднял действительно до небес. Мы сделали не так много, всего там порядка семи фрагментов эпизодов к этому фильму. Но, кроме того, мы получили очень хороший и просто уникальный опыт работы с компанией «Базилевс» и со съемочным материалом. Тут же мы подумали, а почему мы, собственно, сами не снимаем? Мы решили, что у нас есть графика, у нас есть тема, которая нам интересна. Та же Великая Отечественная война, мы ее знали уже наизусть, мы уже могли лекции читать о Отечественной войне. Почему не попробовать сделать свой фильм с использованием съемки, графики и так далее? Мы решили рискнуть. Поскольку средства выделялись только свои, решили сделать маленький документальный фильм на эту тему. Чтобы сэкономить немножко, мы позвали членов клуба исторической реконструкции, которые пришли к нам просто со своим оборудованием, обмундированием и даже с оружием. От нас требовалось одно — патроны, которые они жгли в кадре просто совершенно беспощадно. Исполнительные продюсеры хватались за сердце, поскольку стоят эти патроны просто безумных денег. Ну и кроме того, конечно, нам понадобилась камера, к ней оператор, режиссер, автор сценария, военный консультант, композитор, ассистент по гриму, ассистент художник-постановщик, осветители со своими приборами, ну и немножко еще различного добра. Вот добра. Мы были в ужасе. То есть вообще во что это выливалось, это было страшно. Мы пытались экономить на чем только умели. В одной из сцен, где мы снимали сцену переправки немецкого десанта через Дон, нам нужно было показать несколько тысяч человек, которые на надувных лодках гребут на левый берег Дона. А у нас было аккурат 7-10 немцев и одна надувная лодка. Бедные захватчики перед камерой, которая вот статично была установлена, можете посчитать вот только по этому кадру, сколько раз им пришлось пробежать перед камерой, вблизи, вдалеке, отплыть, вернуться назад, вытереть пот, получить грим и еще раз повторить это замечательное действие. Но в результате мы сделали это все, это творение и где-то осенью 2008 года наконец повезли это все показать на телеканалу «Москву». Показали это на Первом канале и показали на телеканале «Россия». В 2008 году осенью грянул кризис. Большинство студий, просто подавляющее большинство, за это я просто отвечаю, или прекратили производство полностью, или сократили его до 70%. В это же время, точно в это же время мы получили заказ на два самых больших проекта вообще в нашей истории, просто потому что мы это любили. Это 8 серий проекта «Великая война» для Первого канала и 12 серий проекта «Освободители» для телеканала «Россия». Мы пытались сделать какие-то, очень много своего и чего-то нового внести, попытаться посмотреть по-иному на хронику, попытаться, может быть, в какой-то момент остановить эту хронику. Подумать о том, что в кадрах, которые мы привыкли видеть, находятся люди, которые были живы и заставить людей на секундочку остановиться. Мы пытались сделать какие-то кадры, которые бы позволяли нам увидеть бой остановившимся, свисящими пулями, замерзшим дымом, огнем и пытаться увидеть, что такое морское сражение. Что такое воздушный бой. Что испытывает человек, который падает на самолете и не может отстегнуть ремли, чтобы вывалиться с парашютом. Ну, другими словами, мы вкладывали в это дело вот всю свою любовь и все свое сердце, вот что только могли. И результат, он оказался вдруг неожиданно состоявшимся. Константин Львович Анц, директор Первого канала, назвал Великую войну в числе списков фильмов, которые он считает достижениями года в 2010 году. И тут же заказал продолжение еще 10 серий. Дальше больше. Вдруг совершенно неожиданно канал другой под названием History Channel решил приобрести этот проект для себя. А канал Discovery, еще чуть-чуть позже, Discovery купил проект «Освободители». И мы со своим вот этим тем, что мы любим, вдруг оказались на международном рынке. Сейчас у нас порядка... Сейчас у нас порядка 10 проектов в работе. Это разные фильмы, не только исторические, мы на этом не останавливаемся. Научно-популярные, документальные. Мы хотим все-таки попробовать и, наконец, сделать полнометражный украинский мультфильм. Даст Бог это случится, рано или поздно. Несколько... Спасибо большое. Несколько игровых фильмов. И мы любим, мы действительно очень любим то, что мы делаем, какой бы сферы это ни касалось, поверьте. Здесь очень много молодых людей, которые, я уверен, точно, 100% любят свое дело. И я призываю всех продолжать любить его и так далее. В конце я хочу вернуться немножко к тому, с чего начал. Вот к этой самой пирамидке, которой уже 12, кажется, или нет, больше, наверное, лет, которая сейчас уже выглядит как кусок такого потертого сыра. Программа, за оформление которой нам вручили вот эту вот награду, я вот держу ее сейчас в руках, называлась «Интерспорт». И авторы назвали ее как-то немножко странно, по-моему. Они почему-то половину слова написали латиницей, а половину кириллицей. И когда мы отправили нашу работу на конкурс, наши американские коллеги, по-видимому, так и не смогли расшифровать вот эту вот самую русскую букву «П». Все это остальные буквы латинские. И они решили, что это украинские дизайнеры таким образом элегантно стилизовали буквосочетание «Ай» и «Т». И когда нам вручали вот эту награду, вот здесь же все желающие могут подойти и прочитать, что такая-то дистудия награждается за оформление программы «Интерситопт». В этом есть что-то совершенно удивительное и символическое. Потому что мы-то думали, что мы делаем программу «Интерспорт», а они думали, что мы делаем программу «Интерситопт». Мы думали, что нас награждают за то, что мы делаем гениальные, выдающиеся, громоздкие, серьезные штуки. А нас награждали, по-видимому, за то, что мы делаем то, что мы любим. Я призываю вас тоже любить то, что вы делаете, и благодарить Бога за то, что Он нам дает такую возможность. Спасибо вам огромное! АПЛОДИСМЕНТЫ